Всем привет, с вами Фрия. Сегодня поговорим о модификаторе взрывоопасный и конкретно о том, как его намного лучше избегать и как его намного лучше подавлять. Итак, начнем же. Сегодня утром, зайдя в игру, очень добрые люди с гильдии посоветовали мне скачать данную Викауру. Собственно, в чем суть? Есть такой аддон Викаурус, в котором вы можете написать различные строки, коды и прочие различные моменты, и эти строки будут показывать вам какие-либо игровые элементы. Допустим, проки ваших способностей, отслеживание каких-либо игровых моментов, отслеживание бафа защиты на мифическом одине. Допустим, множество применений на самом деле. Текущая модификация, текущие строки помогут вам понимать, сколько сфер существует в данный момент в зоне поражения, что самое главное. То есть, если вы отойдете далеко от этих сферок, то он не будет их считать как за опасные. А как мы знаем, эти сферы взрываются только в радиусе 30 метров. Вот так вот. То есть, если сферы все-таки будут далеке, но аддон будет писать вам 0 или вообще ничего не высвечивать, это нормально. Это значит, что дамаг по вам от этих сфер не пройдет. Итак, сайт этот с настроечкой я обязательно оставлю в описании. Также выложу в ВК-группу все это дело. Также в ВК-группе там море полезностей, там розыгрыши всякие, анонсики, анонсики стримов ежедневных, да, то есть, где мы фармим их плюсы, проходим ваши ключи. Там очень интересно, скажем так. Итак, приступим к настройке. Все, что нам нужно знать на этом сайте, это copy, import, string. Собственно, выделяем все это дело, либо нажмем эту кнопку, ну, мне надежно так сделать. Все это выделяем и заходим в нашу всеми любимую игру. Итак, у меня же эта модификация уже есть, но, собственно, что вам нужно сделать для того, чтобы эта модификация у вас высветилась, и вы начали ее настраивать. Итак, в чат абсолютно любой вы прописываете slash vcavers, slash va. Разумеется, у вас должен быть этот аддон скачен, и он должен использоваться и работать, разумеется, исправно при том. Нас интересует конкретно этот настрой. Сейчас я ее удалю, чтобы, скажем так, я ее настроил с нуля. Итак, мы кликаем кнопку новая индикация. Далее, import, вставить текст ниже. Мы делаем вставку, ctrl-v, нажимаем кнопку import, и у нас все работает. Теперь мы можем двигать это как захотим, менять масштаб, скажем так. Сейчас я настрою на свое первичное место. Вот так вот. И, допустим, менять масштаб. То есть, вот так вот. Ну, 70 на 70 это самое лучшее для меня, скажем так. 70 на 70. Вот. Цифра 0 показывает то, что сфер нету в текущий момент. Либо, если вообще этой иконки нету, то есть, этого значка на вашем экране, значит, сверок нету. Если же сверки все-таки есть, то будет вырисовываться такая иконка и будет писать 1, 2, 3, 4, 5, 6. То есть, смотря сколько их заспаунилось. Также, что немаловажно, при прохождении инстов формата мифик плюс, при ключе седьмом и выше, при, собственно, этом модификаторе, эти сверки, которые будут появляться, будут иметь они необычную полоску хп, как мы можем сейчас увидеть, допустим, у вот этого моба. Она будет маленько позолочена и будет маленько подсвечена. Так что, используйте эти игровые моменты, эти игровые нюансы, они реально помогают даже нашей группе, которая весьма внимательна к деталям. Пользуйтесь, пользуйтесь, как говорится, все для вас. Абсолютно все ссылочки я оставлю в описании, если оно вам интересно, займитесь этим, если вы покоряете миф плюсы и, разумеется, фармите силу артефакта. Всех вам благ, счастья, здоровья, хороших людей в миф плюсах, хороших ключников и легендарочек побольше. До скорого!